Всем привет, дорогие зрители и уважаемые подписчики! Сейчас мой путь снова лежит на объект, на сей раз это один из самых знаменитых, или даже я бы, наверное, сказал, самый знаменитый баян Москвы Это Ховринская заброшенная больница Занесло меня туда не просто так Сегодня я не просто еду снимать Ховринку, ХЗБ А сегодня планируются съемки, с моим участием, съемки для телеканала Москва-24 Сейчас туда уже выдвигается тоже съемочная группа от телеканала Москва-24 Ну вот, приехали мы в ХЗБ со съемочной группой И сейчас отправляемся в здание на съемку Ну и вот мы отправляемся уже непосредственно на залаз на объект Я уже тут несколько мест присмотрел, я не думаю, что за эти дни что-то запилили Залазы какие-то закрыли, поэтому мы пойдем там, где уже проверено было На самом деле тут все в тот раз было достаточно просто Давайте мы ее тогда закроем обратно Делаем вид, что тут никто не ходил А вот этого я как раз не знаю Вот тут вот такой вот залаз Практически в полный рост На самом деле там есть еще несколько залазов дальше Итак, Ховринская заброшенная больница Наверное, одно из самых популярных мест среди сталкеров и дигинов Недаром на одном из самых популярных сталкерских и диггерских ресурсов Urban Trip Когда открываешь карту для редактирования или добавления объекта Первым открывается маркер, который находится над Ховринской заброшенной больницей Место, которое притягивало к себе на протяжении 30 лет Не только любителей урбан-туризма, сталкеров, но и различных других неформальных товарищей В том числе существует легенда о том, что Ховринская заброшенная больница была прибежищем для секты сатанистов Которые называли себя клуб Немастор В подвалах Ховринской больницы, которые затоплены зимой, устраивали каток В Ховринской больнице часто собирались и собираются для тренировок альпинисты Проводились соревнования по страйкболу, пейнтболу Ну, в общем, большинство любителей активного отдыха, индустриального туризма Этот объект привлекал к себе В этом году, в июне этого года, мэром Москвы Собянином было принято постановление О сносе зданий, находящихся на территории Клинской улицы владения 1 литера А и владения 1 литера Б То есть это как раз и есть строение здания Ховринской больницы И прилегающий к нему офтальмологический корпус Наверное, кого-то это порадует То, что эти здания будут наконец-то снесены спустя 30 лет после остановки строительства Мне все-таки это кажется немного грустным Потому что, побывав там неоднократно, мне кажется, что это здание, оно все-таки обладает какой-то необычной энергетикой Я сейчас не говорю о каких-то потусторонних явлениях О том, что оно притягивало к себе сатанистов Просто, в первую очередь, это очень необычная архитектура Архитектурный стиль, который называется брутализм Оказавшись внутри здания за счет вот этой необычной планировки Внутренней планировки здания Создается не совсем обычное ощущение Как бы немного теряешься в пространстве Потом, это здание просто само по себе Если на него смотреть снаружи Опять же, благодаря своей необычной архитектуре Оно, можно назвать его красивым Ну и все-таки, это целая эпоха 30 лет На протяжении которых туда приходило множество любителей Урбанистического туризма И просто людей, которые даже не являются Не называют себя сталкерами Не являются поклонниками урбан-туризма Но все же, хоть раз многим из обычных людей Хотелось побывать на этом объекте Потому что объект действительно необычный и культовый Некоторые источники говорят о том, что Строительство велось С 1980 по 1985 годы Некоторые говорят, что С первой половины 80-х по 87-88 год Ну, в общем, однозначно, что К концу 80-х годов Строительство уже было остановлено А что Строительство Вот, итак, значит Основной версией можно Сказать Является то, что Здание возводилось на Были ошибки в геологоразведке Здание возведено на Болотистой местности Здесь под зданием В коллекторе протекает Река Лихоборка Вообще, какой план сейчас? Я привык на секундочку Мы пойдем на самый верх Или мы пока походим по этажам? Давайте походим по этажам Давайте походим по этажам Вот, мы снимаем тут Граффичи Вот, итак, значит Говорят молодежь, которые Сюда приходят и Что-то здесь ищут Что они здесь вообще потеряют Вот, давайте, наверное, я Дорасскажу о Версиях, почему было Остановлено строительство Значит, как я сказал Первая версия, это Ошибка в геологоразведке То, что здесь Заболоченная местность Здесь протекает река Забранная в коллектор Вот, это одна из версий Вторая версия, это Традиционная для конца Советского периода Нехватка финансирования И, соответственно, по этой причине Было остановлено строительство Ну, а потом уже развал Советского Союза И уже было никому не до Продолжения Возобновления строительства Дорогостоящего Вот, и третья версия Это имущественные споры Между Имущественным департаментом Москвы Вот, то есть Где-то проходили слухи Что не была Оформлена Собственность земля Собственность города Москва Муниципальная Вот, и Потом велись долгое время Имущественные споры Вот, в общем Какая из этих версий Достоверная На сто процентов Тяжело сказать Но все-таки Большинство Мнений сходится К тому, что Это ошибки Именно в проектировании И в геологоразведке Рассчитывался на 1300 койек Это больницы Ну, это опять же Сведения, которые сейчас Ходят везде В интернете Вот, но я думаю Что эти сведения Как раз абсолютно Достоверны Вот, то есть 1300 койка мест Плюс еще вот Малоэтажный Комплекс Автомологического Центра На заднем дворе Который мы Можем посмотреть С крыши Может быть Потом туда пройдем Вот Ну, сейчас Продолжаем Тогда Даши путешествия А вот где он Примыкает Там в больнице Или нет? Ну Вот Ваш коллега Оператор Он делал съемку Как раз С противоположной Стороны улицы Там находятся Дома Которые были построены Еще До Начала строительства Этой больницы То есть В принципе Здесь Больницу Отделяет От жилого Массива Клинская улица И По-моему Первый Клинский проезд Или Клинский проезд Там где как раз Располагается Пост охраны Вот С двух сторон Жилые массивы Примыкают С третьей стороны Примыкает Железная дорога Вот И С той стороны Где мы входили Это Парк Парк усадьбы Очень живописный парк И там Сейчас в усадьбе Располагается В помещении Усадьбы Располагается Тоже какое-то Медицинское учреждение Вот К сожалению Саму усадьбу Сейчас вход Закрыт Вот Виды на внутренний двор Ховринская больница Это вот Вентиляционные шахты Кабель-каналы И вот Как раз Вот это Сейчас Выкидывают Там Урок Охран Допиливают Ну вот Эти вот Металлические Конструкции То есть Они будут Потом Сдаваться На металлоломы Остатки Это то Что Не успели Допилить За десятилетия Прошедшие Сейчас Ну это Собственно Остатки Испирывают Можно Если внимательно Не смотреть Под ноги Провалиться Это да Запросто Это да Ну это Какая-то А нет Как раз Таки Вентиляционные Трубы Вот тут Множество Коммуникаций То есть Тут и вентиляционные Трубы И вероятно Должны были Быти Кабель-каналы Ну вот Ну вот Это вот Точно Кабель-каналы То есть Тут Должна Были И Проводка Должна Были А Успели Уже Так И вот Это Очевидно Водопроводные Трубы Ну В принципе Как я уже Говорил Кстати Надо Внимательно Смотреть То есть Тут Есть Места Где Очень Тонкий Бетон И Можно Просто Наступить И Провариться Еще Здесь За счет Планировки Что Больница Корпуса Расходятся Получение Вот От этой Центральной Пристройки От центра Тут Легко Запутаться С какой Стороны Пришел Хочешь В кадр Попадешь Ты снимаешь Что Не Не Я Свечу Я Вижу Спасибо А Хочешь Вот так Спасибо Ну а Это Вот Оставшиеся В больнице После Десятилетий Распила Металлоконструкции Мы сейчас Видим Во внутреннем Дворе Побросали Вентиляционные Трубы Сейчас В связи С выходом Постановления О сносе Этого здания Подписанного Собяниным Видимо Охрана Уже Как бы Решила Допилить Последние Остатки Металлических Конструкций Которые В здании Имеются Сейчас То есть Это дело Рука охранник Да Ну Вот Не застали Мы Такой Момент Но хорошо Было Видно Как Из окон Выбрасывали Прямо Со стороны Клинской Улицы Вот эти Вентиляционные Трубы И потом Сверху Наверное Мы увидим Они там Аккуратненько Все это Складируют У У Будки Охраны Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, с этой стороны еще одна То есть мы как раз сейчас посередине две Это очевидно были грузовые лифты Далее Здесь еще Две шахты пассажирских лифтов Перемещаются дальше Еще две шахты пассажирских лифтов То есть уже четыре И еще две Получается у нас шесть Еще вот одна Шесть шахт пассажирских лифтов Семь И там вот Еще две шахты Для грузовых лифтов Получается восемь лифтов Вот еще одна шахта, девять Девять шахт уже насчитал И все они расположены От центра здания Расположены так, что Если человек идет Без фонарика То тут запросто Создается впечатление Что можно пройти Что здесь проход продолжается Можно запросто в эту шахту Нырнуть Если ходить сюда без света А вот охрану снимаешь? Нет, Алексей? Идет, она Так вот, прямо по курсу А, вон там Вон черный Ситроен стоит Две утки Сейчас нас здесь испарят как раз Да, еще в красном шуховике И вот, кстати, знаешь, что еще? Сними Вот, видишь, там трубы они сплавили Такое, о чем мы говорили как раз То есть площадка Чуть-чуть ближе сюда, ближе А, вот эти присыпаны с ней? Ситроена, да Там какая-то спрашивала Крайки Да, вот, конечно, цепь Мне, наверное, не хватит читать Вот, а тут С плеча-то не ложь О, как смотрите Весь трехновленный самый центр, да? Да Ну вот И на крыше И на крыше, как всегда, радует буйная растительность За столько лет Собственно, вот это вот самый центр этой амбрелы Отсюда открываются виды на парк На строящуюся эстакаду через железную дорогу Из района Ховрина в район Дегунина В сторону Дмитровского шоссе А вот там, вот на фоне больницы Хорошо видна церковь И усадьба ХБЗ, да? ХЗБ Ховринская заброшенная больница Да, да, да Вот, и мы сейчас находимся на самой высокой точке Этой заброшки Ховринской заброшенной больницы Значит, сама больница Представляет из себя Расходящиеся в разные стороны лучи Вот И она Если посмотреть сверху Со спутниковой снимка Напоминает По своей форме Знак биологической опасности Или еще Как это называют Амбрелла В компьютерной игре Корпорация зла Амбрелла Вот Вот Этот вот знак Но этот же знак Он еще и И знак официальный Знак биологической опасности Да, несколько смекает В фильме Обитель зла Да И там тоже история Вот отсюда и сталкеры И зомби И прочее-прочее Вот Откуда еще Эта больница И получила свое второе название Амбрелла Вот И тут еще Ходит Байка История О том, что если встать В геометрический центр Этой больницы Вот сюда вот Если встать непосредственно В точку геометрического центра Этой больницы Которая находится сейчас у меня под ногами То Можно получить небывалую силу Или умереть Но вроде как пока жив Постоять 10 секунд И получить небывалую силу Присоединяйся Да Взяли, Ван Блан Ой, я кажется умираю Ах, да Как и Геометрический центр вот такой вот граффити на снегу нарисовал александр корреспондент телеканала москва 24 очень гордится до для которого мы не снимали сегодня хзб точнее имеется ввиду для канала москва 24 москва 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 отсюда хорошо видна еще одна заброшка на территории хзб Здание офтальмологического корпуса Которое тоже строилось Рядом с многопрофильной Ховринской больницей Оно малоэтажное И находится ближе к железной дороге Со стороны парка Иклинской улицы не видно Это здание Ну а вот работает съемочная группа телеканала Москва-24 Не надо Мне просто интересно, к кому привлекают такие стройки, объекты? Я говорю, не надо снимать Я говорю, на крыше засветились Выключайте Выключайте Нам накрутки надо На крыше, на крыше На крыше, на крыше Включим его, пойдем со мной Сейчас ты и в полицию пойдем Куда? И в полицию Подключай кучу Я подпахнусь здесь, вы понимаете? Может что возьмем? Чего? За разговоры И подведем как раз На крыше Подведем к конструктору На крыше А то нам большой здесь круг Пойдем Сейчас все Пойдем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok